Я? Да, я чувствую страх перед Всевышним. Не согрешить бы и не быть виновным перед Всевышним. Земного страха нет. Земного страха нет. Я готовлюсь встретиться с Всевышним с чистой совестью и незапачканным мудрами. В апреле 96-го года президент Чечни Захар Дубаев остановился недалеко от теления Гехичью. Он приказал своей охране развернуть спутниковый телефон. Поговорив с Константином Боровым, Захар Дубаев стал набирать другой номер. И буквально через несколько минут раздался оглушительный взрыв. Был уничтожен сам президент и его окружение, а также машина и спутниковый телефон. Все обстоятельства гибели президента Чечни до сих пор остаются неясны. Существует множество версий его гибели. В этом сюжете вы увидите кадры, которые раньше никогда не демонстрировались, но которые со всей очевидностью подтверждают, что президент Чечни Захар Дубаев погиб. Охота за мятежным президентом велась всю Чеченскую войну. Известно как минимум о трех попытках покушения на Дубаева. Одно из них стало аргументом в войне информационной. Это была машина Хамада Курбанова, одного из близких соратников Дубаева. Но охране чеченского президента удалось раскрыть заговор. Цель была убить и Курбанова, и президента. Потому что представитель должен был обязательно встретиться с президентом. Январь 96-го, пять месяцев до выборов президента России. Унизительное поражение федеральных войск в дагестанском селе Первомайское. Боевики Салмана Радуева смогли прорваться через кольцо российского спецназа. Март 96-го. В окружение мятежного генерала были внедрены два агента чеченца. Но они не смогли подобраться близко к осторожному Дубаеву. Через некоторое время была предпринята еще одна попытка. Одному из агентов российских спецслужб удалось устроиться помощником личного повара Джохара Дубаева. Но и он был раскрыт. Одновременно шла работа в другом направлении. Спецслужб было известно, что Дубаев активно пользуется спутниковым телефоном системы InMarsat, подаренной якобы американцами. Ученые из военного института предложили изготовить прибор, который сможет перехватывать лучи, идущие от антенны телефона, на спутник и фиксировать точные координаты абонента. А затем передавать эти координаты на борт самолета радиоразведки. Операция вступила в завершающую фазу. Было известно, что Джохар Дубаев любил долго разговаривать по телефону. В апреле 96-го в небе Чечни на высоте 22 тысяч метров баражирует самолет радиоразведки А-50. Вечером около 20 часов самолет-разведчик засек сигнал от спутникового телефона Джохара Дубаева. Подняты с аэродрома в Маздуке два штурмовика. Подлетное время до Гикичук 10 минут. По наводке самолета-разведчика два Су-25 вышли на цель и сбросили две управляемые сверхмощные бомбы. Одна попала в цель, а другая не взорвалась. Через несколько минут в Москву отрапортовали. Задание выполнено. В этих докладах утверждалось, что от Джохара Дубаева остался только кусочек одежды. Но на самом деле Дубаев еще какое-то время был жив. Вы впервые видите кадры погибшего чеченского президента Джохара Дубаева. На пленке стоит дата 23 апреля 1996 года. То есть съемка велась через двое суток после покушения. Джохар Дубаев одет в полевую военную форму. Очевидно, что у него очень тяжелое ранение в голову. Лицо залито кровью, глаза открыты, рука забинтована. Бинты еще свежие. Не исключено, что ранение было получено во время воздушной атаки. В области колен разорваны брюки. Скорее всего, осколки попали в ноги генерала. Судя по всему, Джохар Дубаев после покушения еще какое-то время был жив. Вместе с Джохаром Дубаевым погибло еще трое человек из его ближайшего окружения. Закрытым указом Бориса Ельцина нескольким военным летчикам были присвоены звания Героев России. Впрочем, все детали этой операции еще долгое время останутся засекреченными. Сегодня же можно точно утверждать только одно. Он на краю обрыва, он меня вот раз отправил, сказал, отойди, потом, когда надо будет тебе выступать, ты выступишь. Я должна была прочитать стихотворение. Я отошла, и внизу заплакала одна птица. В другом птицы так красиво пели. Был такой красивый розовый закат. И все лишало таким благополучием. И вдруг какой-то голос под краем оврага, и птица начала плакать. Я спросила у Вафа Ибрагимова, он в это время подошел ко мне, закончилось его выступление. Я говорю, слушай, кто это там плачет или стонет? Кто это птица? Или, может быть, кошка? Он говорит, это птица. Потом я узнала, что это птица была кукушка. Кукушка так плачет, когда уже время жизни человека исчерпано. Она подавала знак, но я его не поняла. Из разведданных было известно, что генерал часто пользовался спутниковым телефоном. В частности, звонил Константину Боровому. По источнику сигнала можно было определить точное местонахождение президента Ичкерии. Но Дудаев и здесь все предусмотрел. Между тем, российские спецслужбы продолжали разрабатывать детальный план устранения Дудаева и настойчиво искали удобного случая, учли прошлые неудачи. В итоге сошлись на точечном, ракетно-бомбовом ударе с воздуха в момент его переговоров по космической связи. За дело взялись технические службы. В секретном военном институте разработали прибор для перехвата луча от телефона на спутник. Одновременно фиксировались и передавались авиации точные координаты наземного объекта. Дудаева и раньше атаковали с воздуха. Он был уверен, что сможет перехитрить противника и на этот раз. Вечером 21 апреля 1996 года самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 получил приказ на взлет. Набрав высоту, он начал кружить над Чечней. В это время кортеж Дудаева выезжал в район села Гехичу. Нива, в которой ехал генерал, остановилась в поле. На капоте автомобиля развернули спутниковый телефон. Дудаев набрал номер Константина Борового. Это были последние моменты жизни Дудаева. Операция по его ликвидации близилась к финалу. Все могло происходить примерно так. Самолет-разведчик А-50 был в воздухе, когда Дудаев начал разговор с Боровым. Специальный прибор перехватил луч и зафиксировал сигнал. Тут же в небо взмыло пара фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые получили точные координаты кортежа Дудаева. Еще спустя мгновение две ракеты «Воздух-Земля» ушли в цель. Шансов выжить не было. Через несколько минут в Москву ушло донесение. Задание выполнено. Вот все, что осталось от Нивы Дудаева. Операция по уничтожению Дудаева и его окружения произошла на неподконтрольной федеральным силам территории. Именно поэтому засвидетельствовать гибель Дудаева и осмотреть место происшествия сотрудники прокуратуры Чеченской республики не смогли. Утверждают, что на этих кадрах тело погибшего президента Джохара Дудаева. На пленке дата 23 апреля 1996 года, то есть съемка велась через двое суток после его гибели. Судя по всему, после тяжелого ранения он еще какое-то время был жив. Рука в бинтах. Ему явно оказывали помощь. Однако другие факты говорят, это не Дудаев. Что касается Дудаева, его родственники даже отказались принимать соболезнования. Сказали, он не погиб. Хоронить его отказались. Сказали, что у нас никто не умер и хоронить нам некого. Если это так, кому понадобился весь этот спектакль? Спецслужбам, чтобы доложить об исполнении? Или Дудаеву, который таким образом решил выйти из игры? А может это попросту грамотный ход тех, кто стоял за этим человеком? Джохар жив и дело его бессмертно. Его хоронили в четырех местах одновременно. И как Закая у меня потом признался, я у него спрашивал, для чего вы это сделали? Для того, чтобы не было эксгумации трупа. До сих пор среди экспертов, которые анализировали эту пленку, нет единого мнения, жив Дудаев или мертв. А между тем, закрытым указом Бориса Ельцина, нескольким участникам операции были присвоены звания Героев России. Ну, Москва меня уже столько раз хоронит и выкапывает, что я уже сбился с счет.